Дорогие друзья, всем привет, это канал Парадайз, меня зовут Никита и сегодня сегодня спецвыпуск, сегодня будет шикарная вилла с потрясающими видами. Сейчас я проверну тот же фокус, что и в прошлый раз и вы увидите, что за вид. Пау, друзья, как вам такое? Сегодня будет обзор на эту шикарную виллу, не забывайте подписываться на канал, поставить лайк, обязательно нужно и начнем. Дом у нас состоит из трех этажей и имеется еще минус первый этаж. На минус первом этаже, это этаж либо для ваших гостей, либо для КПДЖ. КПДЖ это у нас аналог нашего охранника, консьержа, ну в общем там целая квартира 2 плюс 1, в которой может жить человек, который будет охранять, присматривать за этой виллой вместе со своей семьей. Мы обязательно туда спустимся, чуть позже я предлагаю начать с третьего этажа, потому что мы в принципе на нем сейчас сразу находимся и потихонечку будем спускаться и я буду рассказывать все нюансы по этой вилле. Буду рассказывать вам все характеристики. Ну, давайте начнем, приступим. Итак, третий этаж, вся мебель, вся техника, здесь все дорогое, все качественное. На полу ламинат, везде теплый пол, теплый пол водяной, электрический. Давайте выйдем сюда. Здесь потрясающий просто вид, я честно говоря, вообще, ну как его, живописнейший, как его еще можно назвать. Аланья. Плохо, что погода, да, сегодня такая не солнечная и ветер что-то сегодня, но все же и камера, конечно, совсем не передаст, насколько здесь масштабный вид. Здесь просто вот вся Аланья у нас. И сбоку есть два небольших балкона. Раньше это была открытая терраса, но они сделали ее зимнюю. Видите, закрыли и теперь можно здесь и зимой сидеть и наслаждаться вот таким вот видом. А что касается дороги сюда. Дорога сюда, это вообще район Кистель, вверх Кистеля, так его назовем. Дорога сюда у нас составила, ну я на своей машине первый раз ехал, низкая машина, медленно ехал, где-то дорога составила 10 минут на машине. Выйдем. Сейчас, надеюсь, ветер не сдует камеру. Продолжим тогда внутри. Хочу сразу сказать, здесь две аналогичные виллы по соседству, они обе уже проданы. Здесь живут финны, ваши ближайшие соседи. Финны, как известно, это очень тихие и спокойные люди, которые уважают личное пространство, соседей и любят тишину. Такая красотища. Также здесь имеется гардероб. Вот такой вот гардероб. И, конечно же, санузел. На каждом этаже у нас есть санузел. Здесь джакузи на этом этаже. И, соответственно, раковина. Дом использовался, наверное, всего пару раз самим хозяином. В общем, все новое. Так, выходим. Здесь у нас еще имеется небольшая вот такая кладовочка. Не знаете, можно ее под что хочешь оборудовать, что-то сюда сложить ненужное. Закрываем и спускаемся по лестнице. Спускаемся на второй этаж. На втором этаже у нас Эльмира. Дождались мы пока Эльмира в инстаграм, все снимет. Но, собственно говоря, продолжим. Вообще, планировка этого дома 6 плюс 2. 536 метров квадратных составляет участок. 470 метров квадратных площадь самого дома. Бассейн. Сейчас мы выйдем во двор и вам все покажу. Петрища сегодня, конечно, гуляет прям вообще жесткий. И здесь на каждом этаже у вас есть терраса своя. Вернемся к нашей гостиной. Да, сегодня прям ветер так задувает. Здесь у нас спальный номер 1. С такими вот видами, да? класс. И спальня номер 2. Спальня номер 2. Здесь отдельный свой балкон, который выходит на другую сторону. Конечно же, санузел. Не знаю, мне кажется, вот эта вилла, что-то в ней есть. Не знаю, какой-то уют, что ли. Так, сейчас мы откроем балкон. Здесь покажу вид. Здесь вид на горы. Такая вот красота. И кое-где есть вот такой старый фонд даже остался. Пока еще остался. Пока еще не купили. Здесь. Так, сейчас дверь закроем. Сейчас квадриком ее. Здесь еще один санузел. Уже побольше. И спускаемся на первый этаж. Что касается Айдата, да? Задут вопросы Айдата. Это вилла отдельная. То есть, вы сами здесь решаете, какую управляющую компанию взять и сколько им платить. И такая вот красота. Мы не потревожим тебя? Нет, нет. Я думаю, второй этаж. Ветрище вообще, да, сегодня? Сегодня мы не говорим, но классная погода. И вот здесь гостиная с террасой и с вот такой вот классной большой кухней. Мечта хозяйки! Да я бы сам, честно говоря, здесь тоже бы что-нибудь приготовил. О, даже эта штука есть для стейков. Вот такая вот красотища. Здесь есть интернет, кстати. На улице есть генератор. Здесь на входе, кстати, тоже санузел. И вот такой вот большой шкаф для одежды. Это у нас уже входная дверь. Имеется здесь паркинг на две машины. Сейчас мы выйдем, туда чуть-чуть пройдем. я вам покажу два плюс один. Она имеет отдельный вход. Это я про квартиру. Для ваших гостей либо для КПДЖИ. Вот так, друзья, выглядит дом снаружи. Тысячи извинений за ветер. И мы находимся на минус первом этаже. Записываю изнутри, потому что ветер этот прям не дает нормальное видео записать. Вот, бассейн. Территория, конечно, небольшая. Ну, в принципе, я не знаю, все это компенсируется огромными такими террасами на каждом этаже. Панорамные окна везде. Просто на всю стену. И вот домик. Квартира для КПДЖИ. Я бы, наверное, сам бы тут КПДЖИ стал, если бы мне такую квартиру выделили. И две у него здесь спальни. Здесь немножечко не прибрано. Спальня номер раз. И спальня номер два. И здесь, конечно же, санузел. Здесь санузел. По запаху. Я зашел на минус первый этаж. Запаха сырости вообще нету. Даже несмотря на то, что дом стоял вообще закрытый весь полностью запаха. Абсолютно сырости никакого нет. Ну, дом, повторюсь, построен качественно. Хорошим застройщиком, который строит многоквартирные дома. Поэтому для него, я думаю, не составит труда такой вот дом построить. Ну что, друзья. Вроде бы кратенько все показал, все рассказал. Давайте еще раз резюмируем все. Дом у нас 470 квадратных метров. Планировка 6 плюс 2. Четыре этажа. Есть бассейн. Соседы финны. Вилла отдельная. Не входит в состав коттеджного поселка. Что плюс. Да? Можете Айдат сами выбирать, какую управляющую компанию. Никто вам не будет говорить вот столько. Четыре санузла. Есть генератор на территории. Есть регулятор. Не знаю, правильно ли регулятор. Может быть стабилизатор напряжения. Ну, в общем, такое устройство, которое позволит, чтобы напряжение не скакануло в доме. Вот, друзья. Такой вот шикарный дом. За все это... За все это, я не знаю, мне как дом мечта. Что-то мне очень он понравился. За все это просят 400 тысяч евро. Это в пересчете на рубли. 30 миллионов рублей. Что вот меня просят специалисты, как вести ютуб-канал не сравнивать с Сочи. Почему нет? Я из Сочи приехал. Сочи такой же курортный город. С Краснодара до сюда вообще полтора часа лететь. Что я просто видел, что можно в Сочи за 30 миллионов. какой дом купить. И что можно здесь купить. Это, друзья, земля и небо. Чтобы были такие виды, чтобы такого размера был дом. Будут виллы подешевле. Сейчас я поеду на еще две виллы. Сниму их для вас. Но они, конечно, будут гораздо проще. Гораздо проще. Все, друзья. На этом завершаю свое видео. Кому понравилась вилла, номер сейчас появится у вас на экранах. Пишите, звоните. Буду рад вам помочь, если мой подписчик купит такую виллу и позовет потом меня в гости. Буду вообще на седьмом небе от счастья. Все, друзья. Всем пока. Это был Никита из Алании. Бог даст. Увидимся здесь. Увидимся в Алании. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok